Всем привет, друзья! Палыч на связи и сегодня я предоставлю вам очередной отчет по работам с мотоциклом. Но сначала хочу рассказать историю о том, как круто можно повернуть свою жизнь. Человек просто собрал вещи и рванул в Таиланд, захватив с собой камеру и велосипед, тем самым осуществив свою мечту. При этом он показывает весь свой путь и делится опытом. Так что если вам близка эта тема, обязательно подписывайтесь на канал Не Пират. Возможно именно этот канал вдохновит вас на подобный поступок и кардинально поменяет вашу жизнь. Тем более, что и дальше Не Пират планирует покорять новые горизонты на велосипеде. В общем, ссылка на канал в описании и в конце видео. И начнем с того, что придя в гараж, я обнаружил лужу масла, так как перья я не трогал с того момента, как они мне прилетели по ноге. Но не суть. В общем, решил начать работать с рулевой системой. Я на самом деле думал, что здесь проблем вообще не будет, так как не было абсолютно никакого люфта. Но как же я все-таки ошибался. В общем, здесь полный бесец, но останавливаться на этом я не буду, вы сами все видели. Дальше я решил заняться тормозным механизмом, так как вал просто-напросто заржавел и заклинил. Я его пробовал выбить из внутренней стороны, но ничего с этого не вышло. Поэтому я решил не заморачиваться и срезать нахрен его. Но несколько раз попробовав выбить заржавевший шток, я пришел к тому, что это гиблое дело. Поэтому залил его бензином и оставил на некоторое время. И только после этого шток сдвинулся с места, и мне удалось его выбить. Кстати, в инстаграме вы видели этого красавца. Кстати, кто еще не подписан на мой инстаграм, welcome, добро пожаловать, ссылочки в описании. Так вот, я ходил к ребятам в гараж и сделал немного кадров. Как вы понимаете, это Днепр. Точнее, двигатель у Днепра. В общем, вся эта красота делается почти на протяжении 5 лет. При этом, я вам скажу, что это вообще не дешевое удовольствие. Чтобы вы понимали, одно колесо покупалось за несколько сотен долларов. И это как, мать его, 4 моих Днепра. А еще, если приплюсовать покрышку. Второе колесо такое же. Система дисковых тормозов, как на переднем, так и на заднем колесе. Передняя вилка от какого-то новодельного ежа. Естественно, тоже покупалась. А траверсы и держатели руля, чтобы вы понимали, делались у токаря под заказ. Это, это очень немало деньги. Гидравлический привод сцепления. Задняя часть рамы полностью переделана. Подвеска на одной пружине. Очень мягенькая. Ну и, конечно же, задний маятник самодельный. Под широкое колесо. И стоит бак от ежа. По двигателю, как мне сообщили, есть небольшие доработки масля на системе. Правда, незначительные. Но, вроде как, у ребят есть планы по серьезной модернизации двигателя. Особенно интересные планы по внедрению инжектора. Насколько я правильно понял. В общем, если у них будут еще какие-то масштабные сдвиги в постройке этого кастома, я думаю, обязательно вам покажу. Тем более, что они мои соседи по гаражам. Ну а теперь займемся задним мостом. Сегодня задача внедрить десятую пару. Отрегулировать и собрать все это дело. Опыта у меня, конечно же, нет. Но я это воспринимаю как мужской конструктор. Поэтому по ходу разберемся. И да, напомню, что я не показываю, как делать правильно. Я показываю, как это делаю и я. Если вам нужны дельные советы в этой области, лучше обратиться на канал к знающим людям. Например, к Евгению Быковскому или Мото Санчо. У них все четко и по полочкам. Ну а я тем временем обезжирил поверхности шестерни и болтов. И начал монтировать ведомую шестерню. Естественно, помимо контрящих пластин, я также использую фиксатор резьбы для надежности. Ну и после того, как я это все зажал, молотком законтрил эти же пластины. Точное название которых мне, к сожалению, неизвестно. Далее займемся установкой ведущей шестерни. Но так как это нестандартная восьмая пара, так сказать, супер-мега тюнингованная на скорость десятка, устанавливать ее без доработок не получится, так как она попросту не влазит в свое штатное место. Поэтому это место нужно немножко расточить. В моем случае удобнее всего будет использовать бормашинку с фрезой. И спустя некоторое время шестерня влезла на свое место, но все еще немного закусывает металл. Поэтому нужно еще немножко обработки, после которой все стало на свои места, блин, да как родное. Далее я взял распорную втулку с войлоком, обшлюнявил ее литолом и установил ее на свое место. После чего смазал посадочное место крышки моста литолом и насадил на посадочное место ведомую шестерню с помощью съемника. Я на самом деле думал, что на этом основная работа закончена. Но как же я ошибался. Ведь после примерки казалось, что все зажато и нифига не крутится. А крутится только при условии, что крышка поднимается на миллиметра два. То есть по факту вся внутренняя начинка просто не влазит в корпус. Отличный конструктор, подумал я, и начал обратно демонтировать запрессованную ведомую шестерню. Для этого я выкрутил две шпильки и в их место закрутил два длинных болта, которые вылезли с другой стороны и уперлись в обойму подшипника, тем самым равномерно выпрессовывая его. Саму регулировку я решил начать с того, что убрал регулировочные шайбы, которые стояли там изначально. Запрессовал обратно ступицу, одел крышку, вцунул ведущую шестерню, но погода это не сделала, так как механизм просто-напросто клинит. И после очередной разборки я начал думать и штудировать форум оппозитчиков. И на этом форуме посоветовали торценуть крышку, чтобы ступица села немножко глубже. В общем, залез в интернет, начал искать токаря, так как я еще ни разу не обращался к токарям напрямую. После чего, прозвонив несколько человек, решил начать с завода, так как только там сказали, что смогут сделать на месте, если удастся зажать крышку. В общем, я поехал. В общем, торценули мне, все отлично, очень рад. Без геморроя. В результате мне сфрезеровали по одному миллиметру поверхности с внутренней и внешней стороны. И повторяем все заново. Смазываем, натягиваем, как бы странно это не звучало. И сразу видно, что ступица села глубже. А это то, что нам нужно. Собираем все это дело в единый механизм и пробуем провернуть. И как вы думаете, все получилось? Да, конечно же, нет. Все равно шестерням не хватает места и их зажимает. А если не натягивать крышку, то видно, как она поднимается. Но если до подрезки это было 2 миллиметра, то после подрезки это приблизительно 1 миллиметр. И в этот раз я обратился не на форум, а к видео от Равникова, где он указывает на то, что нужно спилить вот эту ступеньку, чтобы шестерня стала в свое рабочее положение. И я снова поехал к токарю, ведь это мое любимое увлечение. Опять я иду на завод в очередной раз. Буду точить. Хвостовик, по-моему, это называется. В общем, вот этот буртик, который упирается в подшипник, его нужно убрать. Этим сейчас и займемся. Конечно, установка десятки никому уже не советую. Надо было про девятку и не парить мозг, потому что это просто геморрой. Вот так выглядит хвостовик после подрезки у токаря. Теперь я собрал все для проверки и, наконец, все стало более-менее нормально, но был небольшой люфт, который все-таки больше того, что указан в книге. Проблему решила регулировочная шайба между хвостовиком и подшипником, но с учетом того, что еще будет стоять прокладка. И я уже настолько уверен, что мне удастся собрать этот чертовый мозг, что даже убрал все со стола, все вытер и продул, а также приготовил все необходимое для сборки. А начнем мы с регулировки кардана. Нужно добиться того, чтобы после установки клина кардан прижал подшипник, а добиться этого можно установкой между карданом и подшипником тех же регулировочных шайб. После смазываем посадочное место и устанавливаем два сальника. Одеваем резиновое кольцо и закручиваем до упора. К сожалению, как специального, так и газового ключа у меня нету, поэтому зажимаю с помощью старой отвертки и молотка. Ну, по-другому вообще никак. Далее устанавливаю кардан, смазываю посадочное место клина литолом и забиваю сам клин. Закручиваю с обратной стороны гайку и вроде бы как ничего нигде не заедает. Пока все отлично. Сразу примеряю защитную крышку и здесь тоже ничего не трет. Перед финальной сборкой еще раз прикинул крышку. Здесь, ну, блин, здесь все отлично. Ну, как сказать, отлично. Это здесь за кадром в данный момент все отлично, а тогда было, я вам скажу, не очень отлично. И, блядь, верти его, блядь, не верти вот эти, блядь, горбы, сука. Нигде, блядь, ни хуя не получится, блядь. Вот видите как? Как, сука? Это, блядь, просто выводит из себя, блядь. Я уж уверен, тут же, блядь, касальники, блядь. Посмотрите, какие качественные, блядь, касальники. Это, блядь, ладно, блядь, облой по краям, это все, блядь, 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 облой, блядь, на рабочей, блядь, кромке, сука, блядь, облой, блядь, как так-то, блядь? Короче, сейчас буду вырезать прокладку со своего паранита, блядь. В общем, вырезал я новую прокладку и занялся установкой иголок подшипника. Для этого я обильно смазал посадочное место литолом и по одному начал лепить иголки. Далее обезжирил поверхность и нанес очень-очень тонкий слой герметика. Наклеил прокладку, также нанес тонкий слой герметика на вторую половину, одел крышку и зажал. При этом у меня получился минимальный зазор, тот, прям, который нужно. Прямо вот, прям как по книге. Все очень легенько крутится, прям, прям, все отлично. Далее я уже установил воротниковый сальник, но в данном случае я не особо парился, так как перед установкой моста на мотоцикл я его все-таки поменяю, так как этот, ну, этот вообще совсем никуда не годится. Я не особо люблю материться видео, но я реально просто за*****. Это такая дичь, что ну его нахер. Если меня кто-то спросит, советуешь ли ты ставить десятку, да, обходите ее третьей стороной. Это пи*** просто. Ну а теперь займемся баком и рамой. Поехали. Так как предыдущий бак погнулся при падении, то новый нужно подогнать под раму. Для этого я, в принципе, сделал с ним то же самое, что и с предыдущим. Так, в общем, подогнал я вот эту пластину, счесал все лишнее, то есть в данном случае нам нужно сейчас будет как-то проварить вот этот шов, и потом приварить вот эту пластину. А дальше уже шпаклевочкой я попробую выровнять. Со шпаклевкой вообще делал еще не имел, поэтому все-все учимся на ходу. Так, сейчас с баком тулим до Денчика. Денчик говорит заварить. Я говорю, чувак, блин, он говорит полуавтоматом заварит. Я, если честно, ну я не шарю сваркой, но тем не менее видел, что это варится там как-то проволочкой, аргоном, он говорит полуавтоматом. Ну, говорю, хрен ее знает. Ты сварщик. Короче, как сделаешь, так и будет. Главное, чтобы бензин не тек. В общем, погнали. Опа-на. Вот это пушка. 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 Ни хера здесь. У тебя идет от сифонит? Нет. Нет? Вот это не туда. Вот она плотная моя. А после того, как я зачистил и пролил бензином, обнаружилось несколько мест, где просачивается бензин. Но сейчас на самом деле уже нет времени этим заниматься, поэтому отложим бак на потом. Опять. Далее я решил спилить корпус замка для блокировки руля, так как его там нет и устанавливать я его не планирую. После чего тупым зубилом я выровнял посадочное место под подшипник. Ну, а дальше занялся рамой. Комментировать, честно, устал уже. И так много текста. В общем, друзья, с баком я закончил. Теперь у меня офигенский стоит. Единственное, что, конечно, он протекает, поэтому нужно будет переделать всё заново. То есть убрать вот эту пластину, зачистить заново шоу, заново заварить, заново пролить, потом уже делать пластину. В общем, мы сначала неправильно немножко делали, но ничего, это мы переделаем. Так, стакан я немножко исправил, который был побитый. И сейчас, в данном случае, у меня уже усела батарея, заряжать я ничего не буду. Я уже за камерой немножко поработаю ещё с рамой. И дальше иду домой. А завтра еду за колесом. Я, как заберу колесо, ещё с вами включусь. Так что... Я уже дома. Ну, как дома? Сейчас у нас 2 часа ночи, поэтому мы доснимаем уже видео. Ну, так, по-быстрому. В общем, забрал я с порошковой покраски и пескоструя, ступицу и обод. Здесь есть свои косяки, мои косяки, и про компанию, в которой я это всё делал, расскажу. Ну, то есть, это не реклама, это, скорее, даже антиреклама будет. Но, тем не менее, про это я уже вам расскажу в следующем видео. В следующем видео также будем собирать колесо. И, в общем, это будет дальше. Я уже, кстати, тоже заказал резину. Правда, бэушную, но я думаю, будет всё нормально. В общем, это будет дальше. Да. Спасибо всем также, кто был у меня на стриме, на последнем стриме. Я думаю, пояснились нормально. Стрим был реально весёлый. Там отдельный персонаж был Гриня, который чудил. Ну, это вы все знаете. Конечно, так бы попрекалывалось. Всё. В общем, несу какую-то хинею уже в конце видео. Так что давайте поспокойной ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!